всем привет на канале кулинариум с викторией добро пожаловать сегодня готовлю клубничный торт рецепт простой я старалась подбирать простые ингредиенты простой способ приготовления получается очень вкусно сочно нежно подойдет такой торт на день рождения любой другой праздник новый год сначала приготовим бисквит глубокую миску выбиваем 4 яйца к яйцам добавляем щепотку соли и начинаем взбивать миксером до белой пышной массы масса должна очень хорошо увеличится и побелеть в общей сложности я добавила 150 грамм сахара и 2 чайные ложки ванильного сахара далее подготавливаем муку в муку добавляем одну чайную ложку разрыхлителя и перемешиваем и постепенно частями просеиваем муку и перемешиваем силиконовой лопаткой не миксером это очень важно нам нужно чтобы масса осталась пышной и не осела затем в небольшую емкость выливаем 120 миллилитров молока и добавляем 60 грамм сливочного масла ставим микроволновую печь нам нужно чтобы молоко хорошо подогрелось и масло растопилось и прямо горячим добавляем молоко со сливочным маслом в два раза в ранее замешанное тесто и еще раз перемешиваем если у вас остались какие-то комочки крупиночки то они хорошо с помощью горячего молока растворяться тесто получается не густое а довольно жидкая она стекает ленточкой с лопатки отправляем запекаться тесто в духовку разогретую до 180 градусов на 30-40 минут после 30 минут приготовления можно открыть и проверить деревянной шпажкой шпажка должна выходить сухая посмотрите какой красивый пышный и пушистый получилось у нас бисквит и получаются шифоновые бисквиты очень вкусные заворачиваем бисквит в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на три-четыре часа отмежаться разрезаем бисквит на два равных коржа я это делаю с помощью ножа и нитки посмотрите все получается ровненько и аккуратненько далее подготавливаем клубнику хорошо ее моем обсушиваем убираем хвостики одну часть клубники если клубнику вас крупная нужно разрезать на пополам а другую часть просто мелко и несколько штучек оставить на украшение приготовим крем для приготовления крема нам понадобятся жирные сливки сливочно-творожный сыр маскарпоне либо можно использовать сыр типа филадельфия и сахарная пудра в глубокой миске смешиваем 500 грамм сливочно-творожного сыра маскарпоне 450 миллилитров жирных сливок и 130 грамм сахарной пудры сливки и маскарпоне должны быть очень-очень холодными и сначала взбиваем на низких оборотах затем увеличиваем на максимальную скорость и взбиваем до загустения когда на креме начинают оставаться заметные следы значит крем сбит перекладываем его в кондитерский мешок если у вас нет кондитерского мешка то можно воспользоваться обычным пакетиком на блюдо устанавливаем подложку ставим кондитерское кольцо на подложку выкладываем немного крема чтобы тортик у нас не ерзал сверху выкладываем 1 корж устанавливаем пленку если у вас нет такой пленки то можно это сделать с помощью пергаментной бумаги а контуру формочки выкладываем вокруг клубнику у меня клубничка совсем маленькая поэтому я буду выкладывать по целенькой если у вас крупная то разрежьте ее напополам клубничка должна плотненько прилегать друг другу далее выкладываем крем сначала крем выдавливаем между клубничка немного приглаживаю чтобы крем проник хорошо между каждой клубнички и сверху выкладываю крем на слой крема сверху выкладываю нарезанную клубнику сверху на клубнику выкладываю небольшую часть крема и аккуратно разравниваю по всей поверхности коржа сверху выкладываем второй корж и смазываем его оставшимся кремом заготовка торта полностью готова убираем ее в таком виде в холодильник на одну ночь тортик у меня простоял в холодильнике всю ночь я его сверху немного смазываю оставшимся кремом и аккуратно убираем кондитерское кольцо я подготовила клубнику сейчас буду украшать торт клубничный торт получился очень красивый ароматный аппетит такие торты получаются очень сочные нежные вкусные рецепт простой все из доступных продуктов всем желаю приятного аппетита не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал всего вам самого доброго и до новых встреч с вами была виктория